система заставит всех и каждого вы его думаете что отсидитесь дома там отдел маску и все тебя это не коснется что ли ни хрена подобного рано или поздно до каждого доберутся и каждого будут вот так вот как меня прокручивать через мясорубку и вы смотрите из чего состоит и чем не в голове творится вот на это будут каждого проверять это идет конкретный отсев идет жатва отделяют семена от плевел да это началось это идет уже если вы не осознаете что происходит ну то это ваши проблемы я об этом говорил еще два года назад что будет вплоть до того что будут на вертовлетах летать и вылавливать и уже было такое вот поэтому тут спешить не надо от душа у тебя где в паспорте и же поставил подпись в паспорте я говорю а с чего взяли что это подпись там не написано такого с чего взяли что это моя подпись это роспись я ни за что не отвечаю это просто каляка-маляка я обязательства и ответственности на себя вот за эту персону не беру и то же самое я в суде сказал захотел покушать пошел магазин штрафа нуля ты же не подходишь к табуретки не спрашиваешь уважаемая табуреточка можно вас подвинуть мне нужно тут полы и вымыть это все идет свыше это идет проверка способен ли ты войти в новый мир так там не только пакет там электрошокер и головой в пол втыкали и били печень отбили и по всякому им важна твоя реакция все зависит от твоей реакции как ты реагируешь конечно они всячески провоцируют и специально вытаскивают из тебя клещами эту агрессию нет нет агрессия не нужна ну-ка агрессия иди отсюда до свидания самое главное это стремится к равновесию чтобы внутри вот эти весы были они всегда в равновесии если перекашиваются приходят четыре шкафа и выравнивать эти весы если ты внутри не можешь выровнять свои весы тебе их и и снаружи выравнивать я же говорю я человек верующий я считаю что на все воля творца а еще получает обратку от всего от творца за то что посягнул на все вот и все зачем мне какая-то защита наговоры обереги зачем я хожу под творцом а главное я тебе озвучил это самое главное загрузил да 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 ну надеюсь будет полезно слушайте как ты относишься к тому чтобы прервать отношения с коммерческой компании рф управляющей вот например ангелина написала такой выход из-за увольнения заявление на увольнение более заявление на увольнение кого из коверской компании себя целым и себя как бы она же там подписалась подписалась то она под физическим лицом точно она конечно она брала же паспорта как и все мы не сведения что один мужчина суде его вызвали это вызывают и говорят что типа вот что там по кредиту что ли было ли ну неважно короче говорят вот ваша подпись стоит он говорит нет нет это не моя гре ну как вы же подписались гринит не я заказывайте экспертиза они заказали экспертизу сначала по договору потом по паспорту и короче эксперт на следующем заседании читают заключение с вероятностью 99 и 99 скорее всего эта подпись принадлежит такому-то лицу он говорит ну вот видите даже ваши эксперты эксперты на сто процентов не уверены что это моя подпись ну все а сто процентов нет значит полной уверенности нет не понимаю вот этого что значит уволиться из фирмы она чё туда устраивалась что ли она подписывала трудовой договор это имеется ввиду потому что это они же как государство себя озвучивали государство это не является то бишь является коммерческой управляющей компанией но получается что в коммерческой компании ты не можешь быть гражданин может быть то как с каким-то сотрудником они так нас и сделали какими-то там да деспособными лицами сотрудниками там не я сейчас считаю эти каноны позитивного права так там там нету понятия работник сотрудник устроился не устроился там есть так называемые фикции юридические то есть юридические лица могут утверждать эти истинные личности то есть ну грубо говоря люди живые могут учреждать и это всякие юридические фикции то есть юридические лица физические лица юридические лица ну там персоны как хочет называть там векселя и так далее то есть создавать вот такие юридические фикции то есть соответственно чтобы из эту фикцию изничтожить нужно издать какой то я не знаю типа чуть чего вот процедуру если вот у меня была фирма оошка там процедура создания фирмы я не проходил то есть я обратился в фирму они там за денежку и создали юридическое лицо я только там доверенность потому что либо за это выписывал а вот ликвидировать эту ложку очень трудно то есть там целое это я решил сам пройти я сто раз пожалел лучше я деньги отдал потому что там и что-то и надо и приказ какой-то и ликвидационный баланс и пропечатать в газету что-то в какой-то журнал там подождать месяц что ли если не поступит возражение от кредиторов там этих контрагентов точнее то есть по идее вот так вот юридическое лицо ликвидируется и нужно именно в эту сторону копать нужно в первую очередь изучить как ликвидируются юридические лица причем не только в россии но и других странах там допустим швейцария там кальманов острова еще где то то есть какова процедура что нужно сделать чтобы ликвидировать юридическое лицо или допустим изучить вексельное право если паспорт это вексель то как аннулируется вексель и вообще если смысл аннулировать этот вексель ты понимаешь что вот эта бумажка она все говорят что это ключик к нашим этим и ресурсам и богатством и родовому наследию и все такое то есть вот к этим всяким счетам бесконечным которые которыми все так стремятся а если ты это все ликвидируешь уничтожишь как бы расторгнешь там и не знаю как погасишь вот как-то парков погасил свое свидетельство о рождении поставил печать уполномоченного органа то есть своего пальца большого на большой палец это орган уполномоченный правильно вот он печать поставил то есть погасил свидетельство рождения вот в этом всем надо разбираться нужно читать нужно изучать и подтягивать тех людей которые именно разбираются и в праве и в акциях и в этих как их всяких поевых фондах и так далее там же тоже есть свои процедуры как это все создается и как это все ликвидируется и какие последствия вообще поэтому тут спешить не надо антон у меня нет лично мое мнение что никто никаких денег нам не вернет потому что ситуация вообще страшно который сейчас происходит но просто кругом поваленные заболевания химтрейлов это излучение то есть люди болеют у меня никто не болел сейчас провали начали болеть люди почему серьезно понимаешь то есть идет отравление это серьезное отравление людей всеми этими веществами просто там не знающих и возможно еще 5g там это все участвует но я не знаю как надежда есть у тебя есть время как-то разобраться с этим со всем и еще там написать там по умному нас втянули в эту систему во всем абсолютно бесовскую обману путем там я думаю что я уверен что паспорт ср такая же обманка но просто рф это вообще просто бесовский там также себе соски их не знаки там морда бафомита там и все что там только нет эти шестерки и расписавшись там ты дал согласие на всех не манипуляции на все их не действия которые они будут совершать но когда ты поступаешь на работу там ты подписываешь тоже как контракт договор ты же потом не диктуешь начальнику где ты будешь сидеть какая у тебя будет зарплата там там и там кьюти там обязанности тут тоже самое поэтому все что они почему они не слушают нас и почему не работает ничего никакая конституция потому что все дали согласие однажды подписав но это твое мнение я считаю что нет там никакого согласия ну я вот я уже приводил тебе рассказывал что с отделом по борьбе с терроризмом и экстремизмом общались очень долго и плодотворно и не говорят ну ты же расписался в паспорте ну типа то они они ты ты же поставил подпись в паспорте я говорю а с чего взяли что эта подпись я грую это роспись подпись это когда подписываешься под всем что написано выше ну или берешь ответственность подписываешься буквально смысл а роспись это к жель хохлома детская коляка мальчак просто нарисовал что то я никакой ответственность там что написано, что я обязуюсь исполнять все законы Российской Федерации, нахожусь в здравии, в разуме, и мне все права, там, обязанности, все разъяснено, я все понимаю, и с полной ответственностью подписываю данный договор. Там не написано такого. Ты вот смотри, у тебя, ты руководствуешься страхами. До 1 января срочно нас травят, нас убивают. А я руководствуюсь осознанием, уже склоняюсь к той мысли, что скоро вообще никакие бумаги вас не спасут. Вот вы все надеетесь, что бумаги, бумаги расторгнуть, надо от паспорта отказаться и так далее. Это все не поможет, если нет осознания. Мне без разницы, я и с паспортом, и без паспорта попадал, и в отдел по брестремизму, экстремизму, и в отделы полиции, и в суды, без разницы. Хоть с паспортом, хоть без паспорта, я все равно все одинаково веду. А надо стремиться к тому, чтобы без всяких бумажек сам себя отстоять, логикой и железным живым словом. Хорошо. И как ты будешь себя отстаивать, если сейчас, допустим, на тебя насыпят в своем районе вот это сверху, и ты, допустим, не дай бог, начнешь там сильно болеть. И что за отстаивание? Ну, раз буду бы... Нет, подожди. Во-первых, я это все запрещаю. На меня это все не распространяется, и на меня это все не влияет. Еще раньше я человек верующий. Я верю, что на все воле Творца, и то, что он мне приготовил, то не избежать. Как Творец решит, так и будет. У меня нет страха. Вот то, что сейчас происходит, я давно это знал. Я даже знаю, что будет дальше. Я об этом говорил еще два года назад. Антон, Антон, скажи теперь, какая у тебя чуйка твоя? Что тебе подсказывает? Что в ближайшее время тут у нас может произойти? Скажи мне, пожалуйста. Может произойти все, что угодно, и будьте готовы ко всему. Я еще где-то полгода назад, когда меня спросили, а ты вообще куда движешься, что ты хочешь? Я говорил, я хочу счастливую жизнь, но я прекрасно понимаю, что вот эта машина, громадная машина, вот эти все биороботы, законы и так далее, эта система, она очень мощная. И на данный момент она сопротивляется, ну так, знаете, как комарик прилетел, смахнул его, а потом она, ну как бы сейчас мы идем, и нас, ну тогда я говорил, что нас пока никто не трогает, но потом система будет очень колоссально сопротивляться, вплоть до того, что будет всех инакомыслящих вылавливать, натуральным образом. Я говорю, и бесполезно уходить там куда-то в Сибирь, там прятаться от них, там свой дом строить, это все бесполезно. Будут летать вертолеты и выискивать, и высаживать десант, схватывать и вплоть до этого. Антон, подожди, Антон, чуйку, ты про чуйку не рассказал, что нам в ближайшее время готовят? Ты вот скажи. Готовят? А я рассказал, вы просто не внимательно слушайте. Система идет в атаку. Если раньше она сидела и молчала там, и одного, ну так это, выцепляла, сейчас система пойдет в атаку, и будьте готовы. Я об этом говорил еще полгода назад. Я говорил, ребята, действуйте, пока система не атакует. Потом она будет действовать очень жесткими методами. Вплоть до того, что вот эти все тюрьмы, гробы там пластиковые, это все для этого. Народ просыпается, никуда от этого не деться. И каждого проснувшегося будут пытаться подавить. Я об этом говорил еще два года назад. Что будет вплоть до того, что будут на вертолетах летать и вылавливать. И уже было такое, вот когда там в апреле, что ли, в какой-то области показывали, на вертолетах летали и этих рыбаков. Подлетают к рыбакам на вертолете, сажаются и штрафуют их. Штраф выписали, сели на вертолет, улетели дальше. Понимаешь? Вот то, что я говорил, то и происходит. И мало кто понимает, что происходит и что будет дальше. У меня есть вот это вот видение. Я готов к этому, я уже давно готов. Я уже лет пять или шесть. Ну, конечно, но в твоем видении, в конечном итоге, что происходит? Ты можешь так озвучить? Я это тоже озвучивал. Идет отсев. Вот пошла та самая жатва, о которой говорил инсайдер, о которой написано в материалах РА. Тоже эти книги нужно читать. Нужно же не только вот эту эрефовскую юрисдикцию, вот эту всю изучать, но и духовно как-то себя в это насыщать. И там говорится, что на самом деле нет ни плохих, ни хороших. На самом деле мы просто это перед приходом сюда разделились. Одни играют роль плохих, другие роль хороших. А в итоге, говорит, мы там на небесах встретимся все и будем ржать над тем, что здесь происходило. И будем обниматься как сестры и братья. Нет, не осознаешься. Не мое видение, однозначно. Да, да, да. У тебя ты руководствуешься страхами, у тебя материализм сплошной. У тебя на первом месте твое физическое тело. Спасти физическое тело. Вот это вот живое, живой женщины. Нет, у меня, у меня, нет, и ты так видишь, нет у меня такого, что, как уверишь человека, спасти свое живое тело. Я все прекрасно понимаю, что происходит. У меня как раз спасти свою душу, у меня тело. Ну, так а душа у тебя где, в паспорте? А душа моя, да, я знаю, как веришь в человек, что вот это вот согласие с танинской системой, да, это опасно для моей души. Смертельно опасно. Поэтому именно для души, для погибели. Так а кто тебе мешает заявить на весь мир и внутри, и Творцу, и всем, что ты от этого всего отказываешься и больше не принимаешь? И что тебя обманом заставили? Нет, нет, но, Антон, я просто сейчас для чего? Я хотела как бы твое мнение узнать, что ты думаешь по поводу того, чтобы отозвать подпись свою в этом документе. Ну, я же тебе говорил, что надо эту тему изучать. Вообще, да, я поняла. Многие так пишут. Ну, я, по сути, уже отозвал, потому что я в отделе, там, они наверняка писали все разговоры. Я им сразу, я им заявил, что я-то свое согласие не давал. С чего взяли, что это моя подпись? Это роспись. Я ни за что не отвечаю. Это просто вот каляка-маляка. Я обязательства и ответственности на себя вот за эту персону не беру. И то же самое я в суде сказал. А я-то тут при чем? Я за эту персону не отвечаю. А она тебе что-то сказала на это? А, она сказала. Ну, ты же видео, если видео видела, она говорит, а если вы ни при чем, тогда что вы тут делаете? Выйдите, типа. Я говорю, а вы что меня выгоняете? В юрисдикции действует заявительное право. И не важно, как ты заявишь. Письменно или устно. Вот я устно стараюсь все заявлять. Потому что бумага, она не отображает текущую действительность. Она всегда отображает прошлое. То, что было. Как говорят, то, что написано первым, не вырубишь топором. Потому что в прошлое топор не запыльнешь. А я действую здесь и сейчас живым словом. Хорошо. А что ты думаешь по поводу налоговой? Они же присылают налоги. Ты вообще как-то думал отправлять им что-нибудь такое, что ты с налогами никакого отношения не имеешь? Пока эту тему не затрагивал. Но мне информация поступает, что есть люди, которые просто отменяют все эти налоги. Им выставляют претензию. Там, допустим, суд подает, что налоги и все такое. Они им присылают большой такой текст, что типа налоги отменены, согласно кодексу, там такой-то этой фразе, что налоги отменены. Прикладывают постановление там какого-то Верховного Суда, что как читается, так и понимается. То есть, доказывает, что на самом деле налоги отменены. И вообще, я не физическое лицо. Налоги обязаны платить только физические лица. Я живой человек и все такое. И, короче, у них эти дела разваливаются. Выход есть везде. Разваливаются? Ну, разваливаются, потому что такие мотивы приводят, что против них не попрежь. А тот, кто соглашается, да, я не заплатил. Не физическое лицо, а я не заплатил. Все. Ну, сам признался. Иди, плати. Ну, то есть, ты знаешь таких людей, которые так в налоговую написали, у них развалилось, и к ним больше претензий не предъявляют, да? Да. Мне постоянно присылают всякие эти вулезивления, там, эти афидевиты, аферты, все-все-все, иски даже, все-все присылают. У меня просто времени не хватает это все читать. Я так мельком пробегаюсь, смотрю просто это, ну, как срез информации делаю, что такое возможно. Народ присылает, показывает свои результаты. Вот удручительно, что это все не идет в интернет. Народу проще мне прислать, чем самому взять, сделать видео, обзор, инструкцию, приложить документы. Это же тоже труд. Я не успеваю все это делать. Я вот потихонечку все откладываю, откладываю, и со временем бы это все будет, конечно, но это... Медленно-медленно двигаюсь, потому что, ну, один, две руки только. А люди прямо писали свой результат, что они вот так вот отослали, да, вот меня налогом интересуют, и ответ был такой, или там не ответ, а просто отстали, перестали прислать им эти платежки, да? Да, да. У тебя что, уже претензии есть? Конечно. К твоей персоне, да? Ну, да. А что произошло? Да нет ничего, но налоги-то как бы за дом, там, за землю. Ну, на тебя, на твою персону подали иск? Ну, иск раньше подавали по другим вопросам, а сейчас нет еще. А, да, иск подали, там, я же тебе говорил в прошлый раз. Да, подали иск за прошлые дела в квартире. Ну, и что, в какой стадии, когда назначено заседание? Нет, уже сообщили, что приставам передано. А-а-а. Уже все проведено, проведено, приставам отдано это самое. Есть другой метод, то есть, исполнительное производство у тебя уже открыто, да? Там что-то пытаются найти, да? Твои счета, там еще, ну, счета персоны. Да. Но у меня их нет. Вот. Ты можешь пойти не в защиту, то есть, защита – это вот именно отменить вот этот судебный приказ там или решение, и потом сделать поворот этому исполнительному производству. А есть метод атаки, то есть, это через аферту. Не видела видео этот? Два Камаза с деньгами в подъезду. А, ну, этого мужчину, который выяснили, да? Да, да, да. Который с президентом его суде, да, видел он. Ну, так в чем проблема? Выставляя аферту этим приставом на 2 миллиарда, и вперед из песни в суд. И чем дело закончилось? Я не знаю, у него же там какая-то движение должно было быть? В смысле закончилось? Он вот только в начале ноября все это подал, и все документы выложил. Сейчас народ по всей стране, и у нас в Ругуте, я знаю многие, и вообще по всей стране начали по его методу короче подавать иски. Соответственно, сначала аферта, потом досудебка, и иск в суд. Ну, и что, что они там с тебя там 20-30 тысяч все это с персоной пытаются взыскать? Ты им выставляешь счет на 2 миллиарда, и все. Они акцептуют, они в любом случае акцептуют. Там так эта аферта написана, что они в любом случае ее акцептуют. Суде ты имеешь в виду, да? Нет. Ну, те, кому ты выставляешь. Это же универсальная аферта, она применима и к налоговой, и... Да, да, да. Но там, чтобы суд еще принял надо. Он же принял у него суд, а суд должен принять. Нет, так у него принял, он же почему выложил именно вот это постановление о принятии иска. Это прецедент. Все, то же самое прикладываешь, говоришь, что вот, там уже приняли, точно такой же иск принимаете. Не примите, тогда в Верховный суд, короче, тогда отменяйте, вот отменяйте все решения, нахер, которые были приняты за 20-40 лет. Никто на это не пойдет. Они обязаны будут принять. Ну, ясно. А по поводу отзыва подписи в паспорте, росписи, ну, кто как думает. Тут же все зависит от того, как ты к этому относишься. Вот, я же тебе помнишь, рассказывал, что нужно попробовать через, как там, через нотариуса, что ли, или в самой УВД. Вот как, нотариус уберут это, оформляют доверенность на какого-то человека, на другую персону, от своей персоны, другой персоне. А потом, допустим, исчезло доверие, идут к нотариусу и делают отзыв доверенности. И в реестр вносится запись, что такая-то доверенность недействительна, то есть отозвана. Вот здесь, в принципе, то же самое можно попробовать. Именно в УВД написать, что отзываю свою, там, это, роспись на таком-то документе. В общем, считаю, умней. Но у нотариуса, нет, Антон, когда у нотариуса идешь, ты с паспортом, без паспорта она тебе ничего не выпишет. Причем тут нотариус, я говорю, на примере нотариуса. Я параллельной линии проводи, есть паспорт и УВД, или там УФМС. А есть нотариус, где похожая схема. Выдали доверенность, потом ее отзываешь. Так вот, я тебе предлагаю вот эту линию с нотариусом, с отзывом доверия и самой доверенности, перенести на паспорт и УВД. Вдвоем учредили эту персону, там, у МВД, юридическое лицо у МВД и живая женщина, поставив роспись. Получается, ты можешь отозвать эту роспись, уведомив их, что как только вы получили данный документ является недействительным. Все. И они, по идее, можно написать, чтобы они обязательно эти данные внесли в свой реестр. И, по идее, у тебя потом должно быть, как ты можешь зайти там, типа, на сайт проверить паспорт, действительно, недействительный, он, по идее, должен стать недействительным. Ну, вот это я имела в виду, как раз, да, этот вариант. Я же говорю, это все пробовать надо. А пробовать могут только те, осмелятся только те, кого это прям конкретно все достало и которые готовы чуть ли не, знаешь, в тайгу уйти и этот паспорт скушать прям тут же. Вот до такого состояния кто-то доведен, они готовы все пробовать. А так, если кто-то там работает в каком-нибудь Газпроме и получает по 300-500 тысяч ежемесячно, зачем ему эти проблемы? Ему, что эти налоги, не налоги, там, коммуналка, вообще без разницы, копейки отдал из зарплаты и все. Я думаю, даже не 300 тысяч, а гораздо меньше. Тоже нормально все устраивает. Пока совсем, ну, петух жареный. Ну, да. Ну, я смотрю сейчас это, прям каждого вдоль и поперек, прям все, все, начинаются обращаться даже те, кто вообще считал, что вот эта вся наша деятельность вообще какой-то абсурд полнейший. А сейчас смотрю, одного штрафанули, второго штрафанули, звонят, говорят, о-о-о, что делать? Я говорю, а что делать? А где ты, говорю, два года был назад, когда я говорил, что делать? А сейчас, говорю, это каждого касается. Захотел покушать, пошел в магазин, штрафанули. То есть, звонят люди, которых именно в магазине штрафуют, да, которые пошли пожрать, купить? Ну, 90% проблем сейчас идет именно по маскам. Ну, да, вот сейчас девочку, я слышал, забрали, Олесю, титик, она в МФЦ пошла, у нее умер папа, из-за того, что он заболел, и его не взяли на лечение. Ну, короче, не помогли ему. Два дня там назад, и она пошла в МФЦ, что-то никакие документы делать. Там ее схапали, потому что она начала надевать маску и давать мерить температуру. Пока муж куда-то там отошел, они ее увезли в отделение, а потом раз, в психушку, прикинь. И в психушку отвезли. Девочка такая, ну, вот видно, что совершенно адекватное лицо там фотография была, и я думаю, что это просто такая провокация уже просто идет. Звонить начали люди, я вот тоже звонила, мои знакомые звонили. Ну, это из Москвы, девчонка. И, наверное, много из Москвы кто звонил. И, ну, вчера вот была новость, что вроде ее освободили. Ну, разговаривают так, просто по-хамски, ну, вообще просто нереально. Все правильно, все правильно. Вот смотри, вот я тебе привяжу аналогию. Вот ты у себя дома хозяйка, да? Ну, у тебя есть дом, там квартира, не важно, ты дома хозяйка. Вот ты, допустим, затеяла уборку сделать. Ты берешь там пылесос, ну, или тряпку, начинаешь двигать там, у тебя там где-то табуретки, где-то стулья стоят. И ты вот берешь табуретку, двигаешь куда тебе надо. И иногда там это, если прям сильно мешает, со злостью можно там ее пихнуть, эту табуретку. Убрал, вытер и поставил табуретку обратно. Ты же не подходишь к табуретке, не спрашиваешь. Уважаемая табуреточка, можно вас подвинуть? Мне нужно тут полы вымыть. И табуретка тебе ничего не отвечает. Вот они относятся к нам, как к этим табуреткам. Они вообще пофиг, что ты там говоришь, как ты говоришь. Захотел, подвинул табуретку, не захотел, не подвинул. Это тоже понятно, Антон. Ну да, то есть для них вот эти физические лица, она вообще в теме живых, нет? Нет, я ничего про нее не знаю. Просто было сообщение, что девчонку забрали. Народ, кто мог, откликнулся, чтобы ее оттуда вытащить просто. Ну, если психошку увезли, то 50 на 50, скорее всего, в теме. Потому что, когда им начинаешь пояснять этим полицейским должностным лицам... Да, она не позволяла притрагиваться к своему телу. Ей же пытались там все это грацизм пихнуть, понимаешь? Ну вот, я не знаю, что она там говорила. Ну, плюс она, может быть, она еще эмоционально была расстроена, потому что отец умер буквально день назад умер. И тоже по обстоятельствам, которые не помогли, они помощь ему не дали. Да, что она вызывала, видно, они не взяли его в больницу, еще чего не знаю. Ну, человек был, может быть, на стрессе, не знаю, что может быть, есть. Ну, не знаю, у меня вот сколько, 5 месяцев назад тоже отец помер. Ничего, пошел, все инстанции прошел, и никаких проблем. Где? Ну, сейчас ты видел, что творится? Они людей, он скручивает, просто в метро заходишь в Москве и просто по башке в пол морда, в пол и наручники и там выносят прям. Уже куча видео было. Вообще на пустом месте. Без всяких там тебе диалогов длинных. Просто мордой об пол сразу, маски нету. Ну, что ты мне рассказываешь? Я об этом полтора, даже два года назад говорил, что будет. Никто не верил? Ну, я тебе говорю просто, что ты говоришь, может быть, а на этом, что вот просто беспредел и все, на кого попадешь просто. Какие-то еще, видно, в адеквате находятся полицейские, а какие-то уже в полном неадеквате. Ну, что рассказывать? У меня тоже репрессии были. И электрошокером били, и пакет на голову одевали. Тоже ни за что, вообще ни за что. И дверь в квартиру выносили дважды. Тоже ни за что. Ничего страшного. Я научился с ними общаться. Антон, ты молодец. Просто не у всех так получается, возможно. Ты молодец. Ну, не получается. Это ясно, что не получается. Но система заставит все равно всех и каждого. Вы думаете, что отсидитесь дома, одел маску и все, тебя это не коснется, что ли? Ни хрена подобного. Рано или поздно до каждого доберутся. И каждого будут вот так вот, как меня, прокручивать, грубо говоря, через мясорубку и смотреть, из чего состоит. И что у меня в голове творится. И если ты себя будешь правильно вести, не как фарш, а как человек, как мужчина, как женщина, как сын Божий, как дочь Божья. Вот на это будут каждого проверять. Это идет конкретный отсев. Идет сжатва. Отделяют семена от плевел. Кто семя, а кто плевел. Кто невкус. По этому я очень хорошо в курсе. Да, это началось. Это идет уже. Если вы не осознаете, что происходит, это ваши проблемы. Нет, зачем ты мне говоришь, почему не осознаете? Что, маску, что ли, одеваем? Я это и для всех говорю. Я как раз это очень хорошо осознаю, что происходит. Я тоже сопротивлялся по поводу этой маски. Но когда, как тебе сказать, если я вижу, что я, конечно, могу тоже закуситься. И вообще, вот у нас некоторые пошли на принцип, они ни в какую. Все. Штрафы там, ни штрафы, задержания, вообще без разницы. Все равно никогда ни за что не надену маску. Ни в каком виде. Ни в балаклаву там, ни марлю, ни шарф. Ну, в общем, не закроет лицо никак. Есть такие. Но я вижу в этом фанатизм и крайность. Я стараюсь придерживаться золотой середины. Я лучше пойду на уступки и скажу, что вы меня принудили под угрозами, под вашу ответственность и надену вот эту свою балаклаву, так называемую. Только в том случае надену и пойду на этот. Если впереди у меня маячит намного больше цель, чем я вот эту. Ну, в общем, если я не надену маску, то я вот эту свою великую цель, которая необходима для всех, не только для меня. То есть, всеобщая цель, всеобщее благо, которое очень большое. Ну, грубо говоря, я могу, если я не надену маску, то я получу там велосипед. А если я надену, то получу Мерседес или Ламборджини. Ну, опять же, не я, а для всеобщего блага. Я вот такие цели ставлю перед собой, которые нужны для всех во всеобщее благо. И, соответственно, я иду на жертву, которая касается только меня, чтобы достичь цели, которая касается всех. Поэтому я не знаю, как люди умудряются из-за маски загреметь в полицию, да еще и при этом в психушку. Не знаю, Антон, я тут видела видео из Москвы или Питера, не помню, какой город. А парень вообще сказал, у него в кармане была маска. Они его сразу скрутили, он кричал, я сейчас надену, я сейчас надену маску. И все, он ничего не помогал. Тут разные просто ситуации, не знаю, может, у них просто сказали, как можно больше там привезти в отделение полиции, понимаешь, штрафануть. Или, допустим, они сейчас под видом, вот это вот у меня сейчас знакомый сидел просто здесь в городе на вокзале и ждал там, ждал там что-то переждать. Все, подошли на вокзале, сидел еще 2-3 человека. Он сидел достаточно далеко, специально сидел, без маски. Подошли пятеро полицейских. В группой форме начали, он подкованный начал говорить там, что, почему он без маски и так далее. Они его просто скрутили и повелокли в отделение полиции. В отделении полиции совершенно наглым образом у него вывернули все карманы. То есть человек говорил законам оснований, все, они просто выкрутили у него все карманы, вытащили там все деньги у него, там деньги были. А что он ему сказал, вы что там совсем оборзели? Ну, то есть вообще беспредел был. На каком основании, чего, ничего не помогало. Он говорит, мы сейчас тебе основания покажем. Кинули ему, он говорит, я что, в розыске? Сейчас говорит, мы найдем похожего на тебя, ты будешь в розыске. Кинули ему книгу вот эту толстенную, где фотографии, кто в розыске. Сказали, сейчас мы тебя найдем. Ищи сам, не найдешь, мы тебя найдем. Смотри, его. Всего его обыскали. Вытащили все деньги. Человек переживал, потому что деньги ему там дали, понимаешь, на ремонт машины. И человек уже начал плохо, видно, ну, нервничал, потому что, понимаешь, у него и так денег не было. Он пенсионер. И в конечном итоге все вернули, но при этом, значит, паспорт он не показывал, его нету паспорта. Когда вот это все началось, он был вынужден показать паспорт, видно, сдался там. Но самое главное, что его сфотографировали. Они взяли паспорт, они отсканировали его. А потом взяли еще на свой телефон, а им же выдают вот эти новые айфоны телефоны с биометрией. Я подозреваю, что у него взяли биометрию. Подожди, подожди. Биометрию уже давно все собрали. У каждого в руках есть телефон. Каждый рано или поздно направлял его сам на себя. Нет, не все телефоны берут биометрию абсолютно. Зато новые эти айфоны берут, не придумывая, это первое. Второе, вот у меня допотопный телефон вообще. И второе, значит, зачем он был фотографировать его, когда они взяли у него паспорт. Ну, сам подумал. Так это стандартная процедура. Каждый раз, когда при задержании фотографируют и берут отпечатки пальцев. У тех, кто не умеет сам себя отстаивать. У меня ни разу отпечатки пальцев не брали. То есть, в любом случае, когда они тебя волокут к себе в отделении, они стараются у всех взять отпечатки пальцев и сфотографировать, да? Да. Ну, если ты не знаешь законов, если ты... Вот я тоже не знаю законов, но я сумел так поговорить с ними, что они не смогли отпечатки пальцев взять. А сфотографировали? Да, пожалуйста, мне какая разница. У меня же видео дофига, я и на видео снимаюсь. Какая разница? Мне вообще без разницы на это фото. Нет там моего образа. Ну, и тебя сфотографировали. Ну, и что? Ничего плохого в этом не вижу. Нравится вам фотографировать? Фотографируйте. Я вас тоже пофотографирую потом. Я на равных к ним отношусь. Если я хочу их сфотографировать, высветить, то вы хотите меня высвечивать. Мне нечего стесняться. Я не знаю, что вы так их боитесь? Вот эти ужасы всякие. Ой, сфоткали. Ну, и что? Ну, да. Я, конечно, мог отказаться, чтобы меня не фотографировали. И не сфотографировали бы. И я знаю, есть живые мужчины, женщины, которые попадают в полицию. Их не фотографируют. Их отпечатки пальцев. Ну, по-всякому пытаются тоже. И так, и всякие крутят. День, второй, и, короче, ну, нет. И всякие угрозы там, и давай забухаем, и все такое. И по-всякому. Крутили их, не взяли. Ни отпечатки не сфоткали. Все зависит от того, как ты умеешь общаться. Это и есть проверка. Вот эти все законы, там, полиция, их на самом деле не существует. Это все идет свыше. Это идет проверка. Способен ли ты войти в новый мир, где не должно быть вот такого беспредела? Как можно выявить этот беспредел, если ты ни разу его не проходил? Вот его и дают тем, кто не понимает, что это такое. Мне тоже немножко дали. Я это все намотал на уз, как говорится. Теперь знаю, как себя вести. Культурно, вежливо, спокойно. Ты имеешь в виду, вот, самые первые разы, когда тебе пакет на голову отзывали? Так там не только пакет. Там электрошокеры и головой в пол втыкали, и били, и печень отбили, и по-всякому. Но это реально беспредел был. Я к нему нормально отнесся. Дело не в их беспределе. Они пойдут на все. И на бутылку, и на что угодно. Им важна твоя реакция. Все зависит от твоей реакции. Как ты среагируешь? Я нормально реагирую. Без всякой злобы. Меня бьют и пытают. Я выхожу, говорю, благодарствую. А им нужна реакция агрессивная? Конечно. Ну смотри, я уже много раз рассказывал. Вот первое задержание. За то, что с видеокамерой, ну, с телефоном зашел в отдел полиции. И там снимал на втором этаже, уже за решеткой там внутри. Просто отняли телефон, втроем или вчетвером подняли вверх, головой в пол воткнули, шею повредили. У меня потом месяца два шея болела. Заламывали руки, ноги, то есть, руки для того, чтобы наручники надеть, а ногу, не знаю, просто, чтобы больно было. Ну, я так чисто для виду поорал, конечно, больно было, но это стерпел. Все, меня в обезьянник там, ну, рюкзак выпотрошили, который на спине был. Все туда достали, то есть, по сути, ограбили. В обезьянник посадили и не выпускали всю ночь. То есть, я сидел на полу, ночевал, сидя на бетонном полу и ни в туалет, ни попить, ничего не давали. Второе задержание уже никто не бил, но также посадили в обезьянник. И я уже делал, я точно так же делал культурные попытки, там, постучу в дверь, говорю, мне нужно в туалет. Все, стою, жду. Проходит 10 минут, 20 минут, я опять постучусь так, я хочу в туалет. Все, дальше жду. И так раз пять. Они видят, ну, не буянит, культурно просит. Взяли меня, выпустили. Я сходил в туалет, все. Ага, все, уже другая реакция, нормально. А в третий раз задерживали, уже в обезьянник даже не сажали. А в дежурке держали, где там есть скамейки, можно посидеть на скамейке, где там народ еще присутствует другой. То есть, можно пообщаться, туда-сюда походить, и места побольше. После пересменки заходит участковый, ну, там несколько участковых. Они меня увидели, о, Булгаков, пошли в это... А тут зашел участковый и сам меня пригласил, пойдем вместе со мной, пообщаемся. А участковый с тобой первые разы тоже общался вот так вот? Нет, они вообще, ты какой-то сектант, короче, вообще какую-то чушь несешь и все такое. Это первые разы. А чем больше с ними я общался, разговаривал, там, истории всякие рассказывал. Я же не просто общаюсь, я им анекдотик где-то, где-то подсказки, где-то жизненные ситуации у них узнаю. Ну, короче, стараюсь мосты наводить по-всячески. Я не видел, что, во-первых, от меня нет никакой агрессии, во-вторых, со мной интересно пообщаться, третьих, можно поржать. А вот я сам видел, как они реагируют на тех, кто проявляет агрессию. То есть завели мужа с женой, они что-то там, я так понял, на дискотеке были, и что-то там у них конфликт вышел с кем-то, не знаю. Короче, муж и жена культурные такие, видно, что это работники. Так жена за мужа хватается и говорит, вы за что, за что его, его же не за что. Они его просто в обезьянник сажают, а тот и закрывает, а тот берет, с разбегу разбегается и прямо в эту дверь, короче, с ноги со всей дури начинает долбить, прямо аж все здание трясется. Ну, он так раз десять разбежался, в дверь так с ноги постучал. Я смотрю, короче, это, а меня как раз выводили в это время в туалет. И я смотрю, заходят четыре шкафа таких здоровенных полицейских, и они его там в этом обезьяннике, короче, утаптывают так, что там лучше крови, короче, получается. Вот это проявление агрессии. В отношении меня такого не было, потому что я не проявлял агрессию. Я культурно постучал в дверь, я хочу в туалет. И раз пять так делал. То есть показывал, что я не собираюсь тут выламывать дверь, там материться на вас, оскорблять вас. У меня нет агрессии. Я понимаю, о чем ты говоришь. Понятно, что агрессия притягивает агрессию. Она не то, что притягивает, они всячески провоцируют и специально вытаскивают из тебя клещами эту агрессию. Я вот сказал, что у меня нет агрессии. У меня есть эта агрессия, но я ее постоянно, как говорится, подавляю, либо вообще не показываю. У меня, да, там внутри все кипит, готов там разорвать, но снаружи этого ничего не видно. Я им повод не даю, понимаешь? Ни одного повода. Ни рукоприкладства, ни повышения голоса, ни оскорбления там, ни матов, ничего. Культурно вежливо себя веду. Антон, то есть внутри все равно у тебя есть агрессия. Просто агрессия притягивает агрессию на энергетическом уровне. То есть получается, что внутри ты имеешь агрессию, а внешне ты просто ее не проявляешь. Внешне. Совершенно верно. Да, эта агрессия, она в любом случае будет присутствовать. Ты ее никогда не заглушишь и ничем не изведешь. Это вот тот самый, как говорят, чертик на левом плече сидит и постоянно тебя провоцирует на агрессию. А справа типа ангел, да, он говорит, нет, веди себя культурно. Так вот, я постоянно тружусь над собой. Как только у меня возникает вот эта внутренняя какая-то агрессия, я сам над ней тружусь и сам ее выясняю причины, откуда она взялась, зачем эта агрессия. А что будет, если я проявлю эту агрессию? А, вот это будет, вот так будет? Нет, мне эта агрессия не нужна. Ну-ка, агрессия, иди отсюда. До свидания. Я поняла тебя. Ты не просто имеешь эту агрессию, там сидишь и сходишь на нее, да, а сверху изображаешь себе ангела такого. А ты с ней что-то делаешь, то есть ты ее осознанно, ты осознаешь, что есть агрессия, а ты с ней работаешь, да? Да. Ты ее как бы нейтрализуешь. Не то, что там сидишь, пыхтишь на ней про себя, а внешне говоришь, да, 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 конечно, конечно, дверь откройте, пожалуйста. Допустим, смотри, вот у тебя мысль возникла, ах вы гады, я тут же хоп себя сам на мысли ловлю, стоп, а почему ты их гадами назвал? И начинаю разбираться в этом вопросе внутри мысленно. И нахожу причины, что да, тебя ударили, да, с тобой несправедливо поступили, но если ты дальше будешь агрессировать, то будет хуже. Так что убери эту агрессию. И все, эта агрессия уходит. Все, нет ее. Внутри все чисто, тихо и спокойно. Ну, теперь понятно, потому что если внутри агрессия, а сверху человек просто притворяется добрым таким белым пушистым, то все равно притягивает у себя неприятности. Ну, конечно, конечно, это надо ежесекундно, надо с собой трудиться, постоянно, везде и во всем. Ну, да, а трудиться, это самое сложное, что может быть, да, и не все хотят, понятно. Самое главное, не всегда получается, даже у меня. Но самое главное, это стремиться, причем стремиться не к хорошему, не к плохому, а к балансу, к равновесию. Чтобы внутри вот эти весы были, они всегда в равновесии. Ну, ясно. А то многие сразу у себя вот этот перекос весов делают, агрессии добавляют на одну чашу. И у них, соответственно, весы перекашиваются, приходят четыре шкафа и выравнивают эти весы. Если ты внутри не можешь выровнять свои весы, тебе их и снаружи выровняют. Вот отсюда все проблемы вот этих людей, которых ты рассказывал. Потому что они начинают реагировать, и у них вот эти весы расшатываются, и начинают болтаться. Ну, раз ты сам не можешь выровнять, мы сейчас тебя поровняем эти весы, выровняем. Потому что везде и во всем должен быть баланс. Ну, да. Ну, а что ты думаешь по поводу вот этих вот 5G-излучений, химтрейлов, что скажешь вообще? Как с этим со всем справляться и бороться? Как защищаться вообще? Да никак. Я не вижу смысла защищаться. Я же говорю, я человек верующий. Я считаю, что на все воля творца. Если творец мне уготовил судьбу, что там будет химтрейл и воздействие 5G, ну, значит, на то его воля. А если нет его на то воли, он же дал всем свободу выбора. Я свою волю постоянно везде во всем проявляю. Я хочу без всяких этих 5G жить. Я хочу, чтобы на меня эти химтрейлы вообще никакого воздействия не оказывали. Все. А дальше на все воля творца. У меня есть знакомые, которые носят какие-то мулеты, там, обереги. И они все... Многие меня спрашивают, Антон, а ты вообще как защищаешься от этих ментальных, там, этих всяких магических воздействий и так далее? У тебя защита вообще есть какая-то там? Наговоры, там, заговоры, еще что-нибудь такое? Ты какие-то мысли, образы ставишь? Я говорю, а зачем? Я давно осознал, что на все воля творца. Я хожу под творцом. Если у кого-то есть какие-то претензии, то они идут напрямую к творцу. За мной стоит творец. И самое точное определение творца – это все. Творец – это все. И, допустим, какой-то маг попытается совершить атаку. Там выйдет на тонкий план, найдет мой образ и попытается атаковать. А так как моя воля-то уже заявлена, проявлена точнее, и у меня стоит мысль и образ, что все претензии идут к творцу, то его атака идет к творцу. А творец – это все. То есть, этот маг не только атакует все, но и сам себя, потому что он част всего. И получается, этот маг совершает самоубийство. А еще получает обратку от всего, от творца. За то, что посигнул на все. Вот и все. Зачем мне какая-то защита, наговоры, обереги? Зачем? Я хожу под творцом. Да. Поняла тебя, Антон. Алло, ты здесь? Вот поэтому, когда я слышу, там, ой, обязательно надо успеть до 1 января. Да там хит-трейлы, да там 5G, да они такие, да они сяки. Я смотрю, такие, ну, это совершенно неверующий человек. Он верит не в творца и в его волю, и в свою свободу выбора, которую ему даровал творец. А он верит всему, что сказали по телевизору. Он верит в свои страхи. Ясно? Ну, короче, такая философская. Да, ясно, Антон. Философская беседа такая получилась. Ну, это не философская, это реальность. Это то, как я живу. И смотри, вот это то, что ты услышала, тебе, по идее, нужно это все сознать и желательно в одиночестве. Вот я обычно уходил куда-нибудь в лес или, не знаю, там, садился в автобус, смотрел в окно, и автобус едет. Я о всем этом думаю, осмысляю. То есть, вот такое вот одиночество, диалог сам с собой. Внутренний. Хорошо, поняла тебя. Просто осознай, что вот эти все торопилки, что надо успеть, надо обязательно это сделать, надо то, надо это. Это специально придумай, чтобы человек торопился и не смог осознать главное. А главное я тебе озвучил. Это самое главное. А главное, знаешь? Главное, знаешь, что я вспоминаю, там, вот все торопилки свои, которые я в этой жизни делала, там, уезжала, там, знала место в другое, приезжала, быстро все делала, все сделала. Кверху задницы, короче. Из-за того, что торопилась. Ну, неправильно все сделала, конечно. Двадцать раз себе говорила, никогда нельзя торопиться, надо всегда делать все спокойно и вдумчиво. Нету неправильного и правильного, есть опыт. Ты получил именно тот опыт, который был тебе необходим. У тебя все твои жизненные ситуации возникают только из-за того, что твоя душа, твое подсознание решило весь этот опыт получить. Потому, что он необходим. Иначе без этого ты потом не получишь более ценный опыт. Поэтому вот то, что ты озвучиваешь, беспредел там, тут происходит. Это именно тот опыт, который необходим данному человеку на данной стадии. Чтобы он дальше в будущем смог осознать более сложные, ну, не сложные, а более, как тебе сказать, более серьезные вещи. Тот, кто умеет правильно пройти данный опыт, тот и получит новые уроки с более ценным опытом. Я вот давно уже отношусь ко всему, к любой ситуации, как к уроку. Вот есть такая фраза, творец испытаний не по силам не дает. То есть, если тебе дали какую-то ситуацию с налоговой или с маской или какой-то, или еще что-то, это именно та ситуация, которая тебе необходима в данный момент. И из этой пословицы следует вывод. У тебя есть все на данный момент, чтобы исправиться с данной ситуацией. Вот многие получают там какую-то ситуацию и думают, о, за что мне это, я не смогу, за что мне это все навалилось, это невозможно решить одному. А на самом деле нужно осознать, что ты созрел для этой ситуации. Если бы ты не созрел для этой ситуации, тебе бы эту ситуацию не дали. А так как тебе ее дали, то у тебя есть все инструменты, тебе просто нужно оглянуться вокруг и посмотреть, как бы инвентаризацию провести. Вот недавно такую ситуацию давали, недавно подсказки давали, там, 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 оп, оп, точно, я знаю, куда двигаться, я знаю, как решить этот вопрос. Все. Ладно, Антон, спасибо тебе большое за разговор. Благодарствую, звони, еще пообщаемся. Очень, очень полезительный. Не знаю, там, что, мое присутствие, оно вообще такое, мне кажется, бесполезное в разговоре. Да нет, ты что, ты что, что значит бесполезное, кому бы я это все рассказал, если бы тебя тут не было? Ну да. Я же в первую очередь тебе пытаюсь донести информацию. Давай, пока. Давай, благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok